всем привет с вами фиггинг и это очередное видео из серии школа стриминга сегодня я поговорю с вами о звуке звук это второй по важности элемент стрима на который обращают внимание сразу же после картинки рецепта для того чтобы сделать идеальный звук его просто не существует кнопки сделать клёво сделать хорошо сделать зашибись и и в принципе нет но есть скажем так некоторые моменты которые позволят сделать звук максимально хорошим в тех условиях которые у вас есть что нужно для того чтобы сделать хороший звук в принципе важны четыре элемента первый элемент это голос второй элемент микрофон третий элемент помещения и четвертый элемент это программы или железки используемые для обработки звука давайте поговорим о каждом из них голос что такое голос да собственно это то что есть у нас и нам нужно научиться сделать это максимально правильно максимально ровно всегда с одинаковой громкостью и желательно при этом ту информацию которую мы несем ее каким-то образом наполнять смыслом стараться избегать каких-либо слов паразитов ну например ну вот это вот все и подобных вещей как добиться этого исключительно опыт исключительно тренировки исключительно работа над собой возможно вы захотите посетить дикторские курсы возможно вы сходите на уроки пения возможно вы просто будете часто много и уверенно разговаривать с кем-нибудь хотя бы со своей кошкой работа но голосовым аппаратом она очень сильно похожа на работу в качалке на потому что голосовой аппарат это те же самые мышцы это правильное дыхание это правильная осанка артикуляция жестикуляция и прочее для того чтобы постоянно поддерживать себя форме или развиваться необходимо тренироваться также как нет кнопки сделать хороший звук также нет универсального рецепта как поддерживать в рабочем состоянии свой голосовой аппарат единственное что старайтесь разбирайте смотрите гайды о которых достаточно полно в интернете не стесняйтесь брать уроки дикторского мастерства если конечно вам это нужно тренируйтесь практикуйтесь опробуйте говорите пробуйте у себя на работе пытаться как можно больше выступать на публике делать какие-то презентации рассказы и просто публичные выступления голос мы немного обсудили теперь давайте поговорим про микрофоны микрофонов сейчас на рынке имеется великое множество от китайских поделок за 300 рублей заканчивая всякой жирной фирмой который может стоить совершенно бесконечное количество денег самое главное что для нас важно во первых дорогой микрофон не значит хороший во вторых мы записываем голос поэтому нам достаточно того микрофона который будет работать именно с теми частотами которые воспроизводит наш голосовой аппарат в принципе для начала можно использовать микрофон хорошие гарнитуры в данном случае я бы рекомендовал использовать usb гарнитуры уже со встроенной звуковой картой так как там у аналога цифровой преобразователь заточен именно под работу именно с этим микрофоном в принципе любой даже хороший микрофон который вы воткнете в свою аудиокарту тоненьким джеком не обязательно будет звучать максимально хорошо именно с этой карточкой ну просто потому что они не заточены под работу друг с другом сейчас на рынке также появилось достаточно большое количество usb микрофонов и это пожалуй самый лучший выбор для стримера для подкастера для того человека который каким-то образом да что-то начитывает в микрофон почему опять же аналоги цифровой преобразователь там заточен под конкретную работу с конкретным капсюлем и без проблем подключается к любой программе или к любой железке с помощью которой вы собираетесь обрабатывать звук очень важно правильно расположить микрофон по-хорошему его стоит располагать максимально близко к источнику звука полезного звука полезного сигнала то бишь к вашему рту на это нравится не всем кто-то предпочитает чтобы микрофон наоборот не попадал в кадр кого-то это в принципе не парит иногда некоторых людей смущает то что что-то маячит перед лицом им это неприятно ну в любом случае на старайтесь держать микрофон как можно ближе к источнику полезного сигнала просто потому что на его фоне все лишние звуки которые вас непременно будут в комнате они будут слышаться гораздо тише микрофон желательно поставить на понтограф вот примерно на такую штуку которая есть у нас в студии и подвесить его на специальный подвес для чего это нужно для того чтобы минимизировать все механические звуки которые передаются непосредственно по подставке на которой стоит микрофон на саму диафрагму например да это какие-то вибрации возможно от компьютера нажатия клавиш звук кружки которую вы ставите на стол в общем чего угодно такую штуку опять же можно заказать особенно из китая совсем за недорого ну обойдется это вам порядка там тысячи полутора тысяч рублей очень важно следить за уровнем сигнала вашего микрофона самое главное чтоб он был где-то в районе минус 5 минус 10 децибел то есть мотылялся где-то между желтой и красной зоной но при этом никогда никогда не доходил бы до нуля то есть до крайнего правого значения потому что при этом раздастся неприятные трески или шипение в простонародье называется клиппинг или просто перегруз следующий элемент который очень сильно важен но его труднее всего заточить под себя это помещение аудио подготовку помещение выполнить скорее всего вы не сможете почему просто потому что у вас нет того помещения которое вы можете переоборудовать под запись звука как правило у вас будет обычная комната в вашей квартире что здесь можно посоветовать ну повесить на стены ковры для того чтобы не было стоячей волны на поближе к себе держать опять же микрофон для того чтобы все лишние звуки которые будут они глушились бы мощи вашего голоса ну и наверное стараться до закрывать окна закрывать двери стараться чтобы соседи и ваши родные не пытались вам помешать во время прямого эфира и опять же постоянно следить контролировать то что как вы делаете переслушивать ваши записи делать саму чек перед началом трансляции чтобы посмотреть они лезет ли чего лишнего а не звучит ли трамвай с улицы да не слишком ли сильно шкварчит сковородку у вас на кухне и пытаться каким-то образом то есть поменяв положение микрофона или немножечко поигравшись громкостью все вот эти вот отрицательные эффекты немножечко компенсировать четвертый последний элемент который может радикально поменять качество звукового сопровождения на нашем стриме до радикально изменить качество нашего голоса это программная или железная обработка сигнала вариантов здесь множество можно потратить огромное количество денег закупив себе большой рек всякого непонятного железа но это опять же не будет вам гарантировать достижение того результата который вы хотите или попробовать поковыряться софтом в наше время вычислительная мощность компьютеров стало уже настолько велика что специальное железное оборудование которое заточено под выполнение определенной операции не требуется все можно эмулировать программно очень хорошо и очень качественно в принципе для программной обработки звука вам потребуется любой секвенсор ну фактически это программа для редактирования или записи аудио а также несколько плагинов которые занимаются непосредственно обработкой звука из тех плагинов которые существуют до наиболее важными я считаю следующие первое это гейт на то есть такая штука которая обрезает весь сигнал который либо выше либо ниже определенного уровня для чего он нужен для того чтобы например когда мы не говорим погасить звуки нажимания клавиш то есть мы клацаем по клавишам что-то происходит мы в этот момент молчим и так как мы по клавишам бьем гораздо тише чем говорим в идеальной картине мира должно быть именно так звуки клавиш не слышно программа отрезает этот звук второй по важности элемент который должен идти скажем так в цепочке эффектов шумодав да эта штука которая обрезает лишние шумы настраивается достаточно сложно случае если у вас шумный микрофон или если у вас хороший микрофон и хороший источник полезного сигнала который расположен ближе к нему там достаточно обойтись либо простым алгоритмом шумоподавления либо достаточно того же гейта который просто возьмет и порежет все что нам не нужно третий элемент который тоже достаточно важен это компрессор это такая штука которая делает ваш голос немножечко сочнее немножечко ровнее немножечко солиднее и немножечко как это консистентнее стабильнее по громкости как это настраивать опять же рецептов великое множество и один из этих рецептов я приведу в текстовом описании в сопутствующем этому видео комментарии все источники звука которые мы выводим в эфир должны органично сочетаться между собой рекомендую определить для себя тоже на стриме для вас будет важным да это звуки игры музыка или ваш голос скорее всего это будет ваш голос если его нет возможно это будет музыка или звуки игры соответственно самый важный источник на самые важные источник звуковой информации мы пытаемся сделать чуть громче чем все остальное второстепенные источники простраиваем примерно на одной громкости чуть-чуть тише если опять же посмотреть наш убес то уровень сигнала основного элемента должен всегда находиться между красной и желтой зоной но опять же не достигая крайнего правого значения второстепенный источник сигнала в зеленой зоне который иногда заползает на желтую прежде чем выходить в эфир очень сильно рекомендую всегда делать сам чек обязательно проверьте все уровни громкости сделайте себе перед эфиром маленькую запись которую потом прослушаете и услышите какую из источников звука выпирает вперед особенно если вы работаете с а кастером с друзьями которых вы тоже хотите вывести в эфир необходимо записать их все голоса по очереди и вместе для того чтобы прослушать и понять кто из них звучит громче кто из них звучит тише и попытаться в вашей программке в которой вы общаетесь наверняка это кимспик или дискорд как-то сравнять уровни громкости собственно как я уже говорил рассказывать о том как настраивать звук можно очень и очень долго есть множество техник есть множество способов есть множество рецептов но нет такого рецепта который можно было бы сделать легко и просто один из способов как относительно быстро настроить неплохой звук для вашего голоса на стриме я описал в сопутствующем этому видео тексте ну и собственно говоря если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы вы захотите узнать что-нибудь скажем так на более глубоком уровне или просто поговорить об этом пожалуйста пишите мне в личку я с удовольствием с вами пообщаюсь на этом у меня все с вами был фиггинг и школа стриминга до новых встреч друзья